Добрые подписчики, мне прислали ссылку на ролик одного блогера, который очень активно всех вокруг хает, что кругом мошенники, на всех телеграм, ютуб-каналах один ядер Таньян, и поэтому слушать надо только меня, а кругом вас обманут в стиле не дайте обмануть себя в другом месте, приходите к нам. И возникает вопрос, как бы кого слушать и кому верить, кому не верить. Вот давайте выскажу свое мнение по поводу конкретно этого блогера, это его дело, на мой взгляд, поливая грязью других, сам чище не становишься, и это не с самой лучшей стороны характеризует человека, но его право, его мнение. С точки зрения того, как кого слушать, на мой взгляд, наиболее правильно смотреть разные точки зрения, не зацикливаться на чем-то одном, что вот я начал слушать кого-то, какого-то одного блогера, и теперь только у него правда, и буду только его слушать. Гораздо правильнее посмотреть на какой-то предмет с разных позиций, с разных углов зрения, в том числе на тему инвестирования, есть самые разные подходы, и разные люди исповедуют разные принципы. Какие-то фундаментальные, они обычно одинаковые, типа регулярно откладывают часть дохода, а дальше кто, куда, как инвестируют, могут быть совершенно разные. И кто-то приверженец фондового рынка, кто-то недвижимости, кто-то универсального подхода, кто-то вообще только в валюте копит и ничего не хочет, кто-то только в рублях на депозитах, а кто-то под подушкой или в золоте. Везде есть какая-то своя правда. Не так, что вот кто-то один знает абсолютную истину, и только он прав, а остальные все идиоты. Мне кажется, это обычно очень сильное упрощение, причем не в пользу тех, кто слушает. Поэтому это же касается и того, что я рассказываю. Я делюсь какими-то своими наработками, своим опытом, но далеко не призываю вас, что вот слушайте только меня. Нет, мне кажется, что смотрите, вот благо на YouTube сейчас много разных каналов, в Telegram, на YouTube, есть бесплатного обучения, куча платное обучения. Начните с бесплатного, посмотрите разные материалы, последите несколько месяцев за разными людьми, посмотрите, насколько близок вам их подход, их отношение к, если мы говорим про инвестиции, к инвестированию, их отношение к каким-то другим вопросам. И старайтесь взять лучшее от разных людей, от разных подходов, потому что очень часто я вижу вот такое вот совершенно однобокое мнение, что вот прав только этот или прав только вот этот. Даже в экономической среде часто очень умные люди могут иметь совершенно противоположное мнение и показывать совершенно разные позиции. Допустим, в экономике мы можем взять, например, академик Сергей Юрьевич Глазев. Умнейший человек, просто вот если вы посмотрите его интервью, глубочайшее понимание самых разных сторон. Одна позиция. И дальше берем, допустим, Сергей Гуриев, другой экономист, тоже очень высокого уровня, тоже умнейший человек. Совершенно противоположные вещи будет говорить. Кто прав? Да, на мой взгляд, лучше взять, посмотреть разные позиции и взять что-то лучшее, то, что вы для себя сможете взять от разных экспертов. Это касается и вот нашей темы инвестиций, финансов. Поэтому я не согласен, когда кто-то говорит, что вот надо слушать только меня, все остальные идиоты. Мне кажется, это несколько странным. Постарайтесь посмотреть вот что и как и почему и как обосновывает каждый человек. Почему он использует те или иные стратегии, почему он использует те или иные инструменты, почему он наоборот не использует что-то. И сформируйте постепенно для себя вот ваш взгляд на то, как это правильно. Когда мы смотрим только кого-то одного, мы очень быстро становимся заложниками того, что нам поступает информация только из одного источника и только под одним углом зрения. И нам кажется, что вот весь мир, он именно такой. А на самом деле мир гораздо более разнообразный. Поэтому у меня к вам вопросы, предложения, напишите в комментариях, за кем вы следите, какие каналы, какие YouTube, Telegram, что вам кажется наиболее полезным для вас, именно для вас. И давайте посмотрим, кто что. Давайте меня исключим, потому что понятно, если вы ответите на это сообщение, скорее всего, как минимум вы читаете мой канал данный. Но что еще? Вот какие каналы, какие подходы вам показались близки? Ну и можно будет посмотреть и как раз взглянуть на мир взглядом самых разных людей. Благо, на мой взгляд, на том же YouTube много достойных каналов, посвященных инвестированию. Далеко не только мой, если вы его смотрите и считаете таковым. Спасибо. Поэтому напишите, пожалуйста, вот, зачем, какие каналы в Telegram, в YouTube, зачем вы следите и что вам наиболее полезным показалось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.